Шестой год подряд чиновники нас кормят обещаниями. Кто только не пытался реализовать проект, начиная от совместной российско-крыжеской компании Steelsoft, заканчивая гигантом Huawei. Однако ни один из премьеров, начиная от Умурбека Бабанова, Сорумбая Джимбекова и заканчивая Саппарой Саковым, не смог воплотить в жизнь безопасный город. А всего-то надо было поставить сотню-другую видеокамер, разработать программное обеспечение. На все про все нужно было 2 миллиарда сомов. Отдать это все соответствующим службам и ждать писем счастья от видеофиксаторов. Новый премьер и новая попытка. Проект перешел на средства Мухаммед Халыю Абу-Газиеву. Он меняет процедуру тендера и объявляет аукцион. Впервые в Кыргызстане применяют онлайн-торги. Участие принимают три компании. Харгостелеком, российский концерн Вега и отечественный провайдер Мегалайн. Первый блин комом. Онлайн-торги с треском провалились. По итогам аукциона сумма, которую предложил Мегалайн, внезапно оказалась в 20 раз больше, чем стоит проект. 50 миллиардов 200 миллионов сумов. Случившееся позже назвали технической ошибкой. Торги отменили и назначили новой. Попытка номер два через две недели прошла без каких-либо проблем. В течение получаса определились три компании. Все тот же концерн Вега, безопасность информационных систем, который выступал в партнерстве с Харгостелеком и Альфателеком, которая сменила Мегалайн. Как и в прошлый раз, аукцион был на понижение цены. Но только в этот раз были представлены два лота. Безопасный город поделили, поделили и сумму проекта. Это было сделано в первую очередь для возможности демонополизации данного проекта. Как показывает история и практика зарубежных стран, наиболее качественно и эффективно реализуются данные проекты в тех городах, где присутствуют два и более поставщика. Но по двум лотам в итоге победила одна компания, концерн Вега, которая выступала в консорциуме с российской компанией «Шлаба Москва» и Кыргызской спецпроект «Монтаж». Представители Вега сообщили, что объединив силы с партнерами, они готовы внедрить в Кыргызстане самые передовые технологии. Для реализации проекта будет применена новейшая разработка концерна в области фото-видеофиксации «Система Призма», в которой использованы передовые технологии в обработке видеопотоков с применением нейросетей и методов глубокого обучения. Технологию представили в июне этого года на выставке в Екатеринбурге. «Призма» — это комплекс фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Он снимает в высоком HD-качестве, может измерять скорость, контролировать до восьми повоз движения и работает автономно, то есть от солнечных батарей. Представители Веги утверждают, что участники консорциума имеют необходимый опыт для реализации проекта «Безопасный город». Так, компания «Шваба Москва» обеспечит техническую поддержку системы фиксации, разработанной концерном. В свою очередь, спецпроект «Монтаж» имеет опыт в сфере информационных технологий и производственные ресурсы для строительства монтажных работ. Учредители последней компании — граждане Харгыстана Тимур Ибраимов и Шаймерден Акамбаев. По данным информационного агентства 24KG, Тимур Ибраимов также является владельцем кафе «Дольчевита». Объект Госсанапиднадзор внес в группу риска высокой степени. Шаймерден Акамбаев владеет ОСО «Акомпани Кейджи» и «Новиком Групп». Некоторые компании не платят налоги. К тому же, по данным 24КG, он может быть сыном бывшего Акима Первомайского района Бишкека и экс-мэра Джалабада Телека Акамбаева, ныне управляющего Джалабадским филиалом Аилбанка и депутата городского кенеша, лидера фракции СДПК. Сама компания широко известна в мире и входит в состав госкорпорации «Ростех». Концерн собирает радиолокационные комплексы аж с 1944 года. Ассортимент огромный — от инкубаторов тромбоцитов до систем авиационного и космического наблюдения. Одно «но» — цели компании «Вега». На их сайте представлены приоритетные направления развития. Это системы разведки, технологии радиостроения, систем управления наземного, авиационного и космического базирования в интересах обороны и экономики России. Здесь же вопрос идет персонификации, персональных данных, использования частной жизни, тайны частной переписки. А так получается, фактически частная российская компания будет обладать всей полнотой информации. А в каких целях и в каких интересах она будет использовать, кто будет гарантировать это? Вопросов действительно много, а ответов мало. Пока чиновники думают, ситуация на дорогах неизменно ухудшается. За шесть лет с начала попытки реализации проекта в Хрестане произошло более 40 тысяч ДТП, в которых каждый уносили тысячи жизней. Марат Ахматов, Владимир Умурков, Хасан Гафиров. Телеканал «Апрель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова